В студии РНТВ Игорь Прокопенко. Здравствуйте! Знаете ли вы, что самым разрушительным видом оружия, если не считать ядерного, является реактивная система залпового огня СМЕРЧ, разработанная еще в Советском Союзе почти 20 лет назад? Несмотря на внушительный возраст, СМЕРЧ по-прежнему востребован. Более того, в последние годы система залпового огня переживает некий ренессанс. Ее залпы делают высокоточными, а попадания в цель еще более разрушительными. О некоторых смертоносных секретах СМЕРЧа репортаж Антона Казакова. Это реактивная система залпового огня СМЕРЧ. Самое страшное оружие на Земле после ядерного. Всего за каких-то 40 секунд СМЕРЧ способен разрядить все 12 стволов. А его 300-миллиметровые снаряды могут пролететь 90 километров и уничтожить все живое на территории в 67 гектар. СМЕРЧ встал на вооружение нашей армии еще в 87-м году. Но до сих пор ни одно оружие в мире не может похвастаться такой разрушительной мощью. Дело в том, что при его создании конструкторы заложили огромный задел на будущее. Это позволило модернизировать систему для современной армии. Сейчас СМЕРЧ за счет нескольких важных доработок приближается к высокоточному оружию. Первая и самая главная новинка – конструкторы оснастили реактивные снаряды системой управления полетом. В системе коррекции стоит гироскоп, который запомнил то направление снаряда, когда стоял еще снаряд в пусковой установке. Кроме того, система не допускает недолета или перелета снаряда. Специальный прибор контролирует скорость движения снаряда. Если на подходе к цели скорость слишком высокая, то система отдает команду на отделение боевой части от ракетного ускорителя заранее. Если скорость, наоборот, меньше расчетной, то заряд отделяется позднее. Все эти нововведения в несколько раз повысили дальность огня СМЕРЧа. Для сравнения, ближайший конкурент российской системы залпового огня, американский МЛРС, бьет всего на 40 километров. Да и точность зарубежной системы оставляет желать лучшего. Главное, чего не смогли повторить американцы – устройство пусковых труб СМЕРЧа. Наши конструктора, в первую очередь, я имею в виду, мотовилецкие заводы, они создали уникальную промышленность производства пусковых труб с винтовой закруткой. В калибре 220, в калибре 300. Американцы делают пусковые установки из стекловолокна. Поэтому они одноразовые и существенно снижают точность полета снаряда. А ведь главная сила любой реактивной системы залпового огня заключается именно в боевой части снаряда. В мире сложно найти второе такое оружие, которое можно было бы адаптировать против любого противника. Около 70% всех снарядов для СМЕРЧа начинены так называемыми осколочно-фугасными зарядами. В каждом снаряде их больше 500. Они предназначены для борьбы как с пехотой, так и легко бронированной техникой. Здесь, значит, находится так называемая вот эта вот рубашка осколочная с заданным уже дроблением. Интересно отметить, что разработана технология новейшая, которая уже позволяет использовать не готовые осколки в виде шариков или роликов, а здесь используется по специальной технологии насечка с заданным дроблением. И внутри него, как я сказал, находится воронка, которая обеспечит пробитие брони бронированной. Танки для СМЕРЧа тоже не проблема. При необходимости СМЕРЧ может выстрелить зарядом, который разбросает противотанковые мины. Это позволяет создать минное поле практически под носом у противника. Кроме того, СМЕРЧ может выбросить над войсками противника особые боевые блоки, которые в полете способны сами найти и уничтожить танк. Боевой элемент, и сам координатор его цели обнаруживает этот танк, и по команде происходит подрыв вот этого боевого элемента. Формируется ядро, которое летит с большой скоростью. Скорость его порядка 2600 метров в секунду. И, как я сказал, с высоты 100 метров обеспечивается поражение брони 70 миллиметров. Одной из самых последних разработок стал беспилотный летательный аппарат для реактивной системы СМЕРЧ. Прямо в боевой части можно поместить небольшой беспилотник, который способен полтора часа находиться в воздухе и с помощью телекамер и тепловизоров передавать всю необходимую информацию командиру. Командир после нанесения удара видит результат нанесения боевого удара и принимает решение, нужно ли повторить его, или достаточно уже того, чтобы... Благодаря всем перечисленным преимуществам СМЕРЧ был и остается лучшей в мире реактивной системой залпового огня. Американцы идут на любые хитрости, чтобы это мощнейшее оружие не получило широкого распространения в мире. Иначе на их МЛРС не будет никакого спроса. Между прочим, недавно на рынке реактивных систем залпового огня появился новый игрок — Китай. За несколько лет там сумели разработать и испытать сразу несколько систем, подобных СМЕРЧу. Правда, китайские новинки подозрительно похожи на разработки наших конструкций.